Наверняка все помнят милую рекламу, которая покорила мир в прошлом году. Тогда герой ролика для швейцарской сети супермаркетов «Эльф» по имени Финн, который живет внутри кассы и сканирует продукты своим шлемом, был печальный, потому что Рождество ему отметить не с кем. Однако кассир, направляясь к выходу через зал, заметила странное мигание на своей кассе и обнаружила страдальца. Она помогла ему найти компанию из таких же эльфов из соседних касс. И вот в этом году история получила продолжение. По сюжету Финн захотел отпраздновать Рождество с двумя особенными эльфами – мамой и папой. Главный герой отправляется в путешествие, где он сталкивается с различными испытаниями. Но добравшись до места назначения, он видит разбитую кассу. Но у этой истории счастливый конец. История Финна призвана напомнить нам, что есть много людей, которые чувствуют себя одинокими, а также что мы можем помочь исправить ситуацию. Осенняя хандра – штука тяжелая. Хорошо, если рядом есть верный друг, способный поддержать в трудный момент. Даже если друг этот – медведь. В сети набирает популярность ролик, где мужчина стоит, задумчиво вглядываясь в ночную даль. И тут медведь заходит и встает на задние лапы и обнимает хозяина по-братски. Не грусти, мол, все проходит, и это пройдет. Американка Линдси Милс, у которой живет кот по кличке Бейли, опубликовала в сети забавное видео. На записи кот избил енота, который пытался пробраться в дом его хозяев. Кот выпрыгивает через отверстие в двери и начинает атаковать непрошенного гостя. Хозяйка выразила восхищение поведением Бейли. Пользователи в сети удивились тому, что кот настолько отважный. Итальянцы показали замену гироскутерам. Новое устройство получило название «Ховер-обувь». Такая обувь удобна в управлении. В каждый ботинок устройства встроены маленькие моторчики по 250 Вт. Обувь помогает своему владельцу разгоняться до 14 км в час. Ховер-ботинки обладают функцией автоматического баланса, чтобы их владелец мог ровно стоять после включения. Каждый ботинок весит по 3 кг. Водонепроницаем, а его зарядки достаточно для 2 часов езды. Стоит такая обувь от 300 евро. Социальный проект «Приморская рыба», инициатором которого стал Олег Кожемяка, уже приносит первые результаты во Владивостоке. Интернет-пользователи делятся своими впечатлениями от идеи. Кожемяка молодец. Сказал снизить цену, снизил. Спасибо, Олег Николаевич. Напоминаем, вы также можете стать автором рубрики. У вас есть фото и видеоматериалы, которыми вы хотите поделиться, или хотите, чтобы об этом говорили, присылайте их нам на WhatsApp. Самое интересное вы увидите в эфире 8-го канала. Дмитрий Беломеснов, Новости на Восьмом.